Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству 11-го чемпиона мира, американца Роберта Джеймса Фишера. Данная партия была сыграна в 4-м туре чемпионата США в 1959 году. Соперником Фишера был один из его постоянных партнеров того времени, Арнольд Денкер. Эта партия до поры до времени развивалась в чисто стратегическом ключе, но в определенный момент Роберт Фишер обхитрил своего соперника и развил убийственную атаку на его короля. Этот поединок действительно очень интересен и мы с вами приступаем к его разбору. Итак, Денкер сыграл Д4, в ответ последовало КНФ6, С4, Е6, КНФ3, Д5, КНЦ3 и СНБ4. На доске защита Рогозина, белый играет СНЖ5, связывая черного коня, А6 и Денкер здесь разменивается. Взяли-взяли, СД, ЕД, ладья С1, 2-0, А3. Размен на поле С3 и черные играют С6, Е3. В итоге получилась знаменитая Карлсбадская пешечная структура. Две пары легких фигур уже разменены, поэтому здесь на первый план выходят спокойные позиционные маневры. Например, сейчас Денкер уже готов приступить к атаке пешечного меньшинства, сыграв Б2-Б4. Поэтому Фишер, играя А5, предупреждает этот план соперника. Конечно, здесь белые могут сыграть Б4, но вскрывается линия А, пешка белых может стать реальной слабостью. Поэтому пока что развитие СНД3, СНЖ4 и Х3. Размен на поле Ф3 приводил к сдвоению белых пешек, но на самом деле это несущественная слабость. И Роберт Фишер поэтому решил отойти на А5, пока сохраняя связку и выманивая вторую белую пешку вперед. СНЖ6, КЕ5. Взяли ФД3. ФЕ7 играют черные. И в этой позиции следует ФФ5. С КЕ5 черные сладить пока не могут. КД7 невозможно. На Ф6 последует вилка КЖ6. Поэтому Фишер играет ладья Д8, еще раз беря под контроль поле Д7 и готовя выход своего коня на эту позицию. Ладья Ж1. Денкер мечтает об атаке на королевском фланге, но фигур слишком мало для того, чтобы она возымела успех. Конь Д7 сыграл Фишер. Взяли, забрали ладьей. В получившемся тяжелофигурном метельшпиле Денкеру стоило уже смириться с тем, что создать атаку на короля соперника не получается. Нужно было спокойно маневрировать, сыграть, например, ФФ4, не ухудшая свою позицию. Но Денкер рвется вперед, играя Ж5. Его мечта вскрыть линию Ж, но ей не суждено осуществиться. Ладья Д6. Конечно, после взятия на Х6 Фишер забирает ладьей. Атаки на короля черных нет, но слабость на Х3 ощутима. Поэтому Х4 играет Денкер. А Фишер, ставя свою пешку на Х5, фиксирует слабость в лагере соперника. Король Е2. Конечно, в ситуации, когда обе твои ладьи ходили, о рокировке мечтать не приходится. Поэтому судьба белого короля оставаться в центре и надеяться на то, что вскрытие игры на этом участке доски не произойдет. Фишер же играет Ж6. И после хода Ф3 ставит ладью на Е6. Конечно, он хочет перевести ее на Е4 и атаковать слабую белую пешку. Король Д2, ладья Е4 и ферзь Х3. Ферзь С7. Черные теперь будут стараться вскрыть центр, продвигая пешку на С5. Но для этого нужно сыграть Б7-Б6. Поэтому Фишер и защищает свою пешку ферзем. Ладья ЖС1. Прекрасно понимая намерение соперника и уже не имея реальной возможности вскрыть позицию на королевском фланге, Денкер просто защищается. Ладья АЕ8. В этой позиции ход Б4 приводил к образованию слабой пешки. Взяли-взяли. Ферзь Б6. Действительно, защищать на Б4 уже надо. В какой-то момент можно даже и ладью на Д4 пожертвовать. Если точно рассчитать последствия, которые вполне могут привести к матовой атаке на белого короля. Поэтому Денкер пытается согнать ладью черных с активной позиции, играя Ф3, ладья 4, Е6, ладья Е1 и Б6. Все-таки черные провели этот ход и дальше хотят сыграть С6-С5. Белые же пытаются обезопасить позицию своего короля, направив его на ферзевый фланг. Как будто он сделал длинную рокировку. Король С2-С5. Наконец Фишер начинает вскрывать позицию. На король Б1 можно было бы пойти и С4. Имею ввиду продвижение пешки Б с дальнейшим неизбежным вскрытием линий на ферзевом фланге. Поэтому белые сыграли ДС. Денкер пытается играть активно, но Д4. Вот такой очень интересный ход. Пешка Е связана, бить нельзя. Поэтому приходится либо ладьей отходить, после чего черные сами могут забрать на С5. Либо забрать на Б6, что сделал Денкер. Ферзь Б6. Постепенно линии на ферзевом фланге вскрываются. Вследствие чего положение белого короля становится абсолютно безнадежным. Ладья Д3 и ладья Б8. Угрожает взятие пешки. Б3, ладья С6, король Б2 и ладья С3. Роберт Фишер наносит решающий удар. Конечно, в такой ситуации, когда белый ферзь находится на противоположном фланге, белого монарха некому защищать. Последовала ладья С3. Взяли с шахом король С3, ферзь Б3. И здесь черные форсированно матуют белого короля. Король Д2, ферзь А2. На отход на первую линию последует линейный мат ладья Б1. Поэтому только король Д3, ладья Д8. Король Е4, шах ферзем. Король Е5, ладья Д5. И здесь Денкер наконец признал свое поражение. Действительно, до мата осталось всего несколько ходов. На король Ф6 можно пойти ферзь С6, на король Е7, ферзь Д6 и мат следующим ходом. Вот такая очень интересная партия в исполнении юного Роберта Фишера. Он постепенно переиграл своего соперника. Король белых метался по всей доске. Не нашел себе пристанища ни в центре, ни на ферзьевом фланге. И в итоге белые вынуждены были капитулировать. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.